Всем привет, дорогие друзья! С вами Илюха Зверьё. И сегодня я предлагаю поговорить о том, что нам стоит ждать от Mobile World Congress 2016, который пройдёт в Барселоне с 22 по 25 февраля. Поехали! Если вы любитель гаджетов, техники, то в любом случае вы знаете, что в Барселоне каждый год проходит мобильная выставка, конференция. Она длится несколько дней. Там компании представляют нам новые продукты, какие-то изобретения. В этом году мобильная конференция пройдёт в Барселоне, как всегда. Она, кстати, проходит с 1987 года. Представьте, ей 29 лет уже. Предлагаю узнать, где она будет проходить. В Барселоне есть две площадки. При помощи Google Card мы, конечно, с вами можем туда окунуться. Это выставочный комплекс FIRA Barcelona Grand Via. В этом выставочном комплексе уже 21 числа в нулевой день несколько компаний будут устраивать пресс-конференции, на которых покажут свои, наверное, новые гаджеты. Ну, это в основном будут крупные компании. И вторая площадка – это тоже как выставочный комплекс, зал для мероприятий, который находится на площади Испании. Это FIRA de Barcelona называется. И практически все крупные компании уже выслали приглашение для того, чтобы 21-22 числа прийти на их пресс-конференции. Они нам покажут свои новые, не знаю, телефоны, часы, какие-то решения, планшеты. Да неважно, что это будет. Возможно, в этом году нам покажут Samsung Galaxy S7, S7 Edge, HTC One M10. Может, будет следующий флагман компании LG – LG G5. Может быть, это будет Sony Xperia Z6. Ну и Motorola X. Очень надеюсь, что будет представлен новый чип Qualcomm – это Snapdragon 820. Не знаю, что там, конечно, можно еще крутого придумать, потому что в 810 он уже поддерживает эту быструю зарядку, он поддерживает 4K, он поддерживает вывод с телефона на какой-то 4K телевизор, изображение. Технологию Dolby Atmos и камеру, представьте только, вдумайтесь, что Snapdragon 810 поддерживает камеру до 55 мегапикселей. Производители телефонов, давайте уже сделаем камеру на 50 и сделаем это в массовом рынке. Уже точно известно, что крупные компании, такие как Samsung и LG, 21 числа, 21 февраля устраивают свои пресс-конференции и покажут как раз нам в нулевой день свои новые изобретения. Компания Huawei тоже не отстает и разослала всем приглашение, 21 числа нам тоже что-то покажут новенькое. Возможно, это будет Huawei P9 с экраном 5,2 дюйма, 4 гигами памяти и новым процессором, который называется у них HiSilicon Kirin 950. Оглядываясь на 2015 год, компания HTC представила M9, ну а в этом году, наверное, будем ждать M10. Немножко остановимся подробнее на Samsung. Ну что, в том году нам представили классные телефоны S6, S6 Edge, потом вышли небольшие обновления там с плюсами. Итак, в этом году мы ждем, все с вами, Samsung Galaxy S7. Давайте закрепим информацию, что мы о нем знаем на данный момент. Возможно, там экран останется в меньшей версии, такой же, 5,1 дюйма. Разрешение, наверное, не будет меняться, это 2560 на 1440, потому что я вообще не вижу смысла делать разрешение там еще больше. Наверное, добавится технология 3D Touch, потому что, да, понятно, компания Apple это вела в своем телефоне, можно сказать, практически первая в массовое производство. Все этим пользуются, это удобно. И все остальные, я думаю, сейчас тоже подтянутся. Некоторые источники утверждают, что там будет стоять процессор Exynos, а может и Qualcomm Snapdragon 820. Ну и некоторые источники говорят, что возможно будет там уже USB Type-C в виде зарядки. Ну а как вам такая идея, что там опять появится слот для карточек microSD, и мы сможем расширять память телефона еще на 128 гигабайт. Круто же? Ну ладно, с Samsung все ясно, посмотрим, что еще представят, может обновленные часы. Компания LG. Возможно, в этом году будет представлен LG G5. По некоторым источникам в нем планируется экран 5,6 дюйма, Quad HD, понятное дело, 21 мегапиксель камера, ну и Snapdragon 820, конечно. И опять отталкиваясь от Snapdragon 820, перейдем к компании Sony. Возможно, в этом году. Сейчас нам представят Xperia Z6. Ну и то, что мне удалось найти в интернете, в нем планируется экран 5,5 дюйма, опять невероятное решение 4K, но оно уже было в Z5 Premium, ну ничего, я думаю, что сейчас 4K должно быть уже стандартно, наверное, во всех. Понятно, что это будет все стоить, наверное, бешеных денег. Планируется дисплей защищать стеклом Corning Gorilla Glass 4-го уже поколения, и, конечно, Snapdragon 820. А было бы круто, если бы в Sony Z6 поддерживал запись 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду. Представьте это, это было бы круто. Ну, кстати, 4K и 60 кадров в секунду. Компания Canon на днях представила 1D Mark II, которая умеет снимать 60 кадров в секунду в разрешении 4K. Стоит бешеных денег. Интересно узнать, чем порадует проект ARA. Это такой концепт модульных телефонов. У нас есть основа, и мы туда можем добавить камеру, какую мы захотим. Не нужна камера, не будем добавлять дисплей, какой мы хотим. Ну, и все в таком духе. Идея прикольная, но насколько будет все это воплощено в жизни, посмотрим. И уж стороной точно не обойдут виртуальную реальность, потому что в 2015 году об этом трубили все. Выпускали очки практически все. Ну, а в 2016 году, что мы будем с вами ждать? Конечно, это PlayStation VR. Ну, и те самые очки Oculus, на которые все уже оформили предзаказ, надеюсь. А так, конечно, посмотрим, что нам покажут на выставке по поводу виртуальной реальности. Вы знаете, в этом выпуске я затронул, понятное дело, флагманские модели. Помимо вот этих, сколько там, 5-6 устройств, которые я назвал, на выставке будут представлены, наверное, еще сотни разных бюджетных, небюджетных, премиальных. И вот часы, я не знаю, Huawei Watch, наверное, обновят их и сделают их еще прекрасней. Ну, а так, предлагаю дождаться. Скоро уже будет Барселона. Все с вами увидим. И пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы, какой гаджет, что ждете от мобильной выставки. Вот там, в комментариях. Ну, ставьте оценки и увидимся с вами в будущих роликах. Пока, ребят.